Девчонки Вот какая барышня у нас есть Девочки, становитесь с барышней У колодца-то Нет, это манден совсем нам А казак-то какой, казак Сейчас я вас Все, поехали Всем привет Мы вместо Турции едем в Анапу Сели в ласточку Покажи нашу ласточку А вот такая наша ласточка Здравствуйте Едем, едем, едем Из Ростова, да, надо ехать 3,5 часов Чуть-чуть Так, друзья Пионерский проспект, продолжаем Приехали в Анапу Сегодня Какой сегодня, девочки? 7 мая 7 мая 7 мая Плюс 23 Ой, глянь, мы приехали от Иссей Она уже жемчужина России Раньше, да, был детский оздоровительный лагерь Даже не лагерь, а санаторий правильно он назывался Да Сюда был такой строгий вход А сейчас тоже, да Сюда много привозят И вот эта вот дорога начинается на Витязево Да Все правильно Все правильно Вот, память сохраняется Это был самый известный детский оздоровительный комплекс Жемчужины России Я отдыхала здесь практически в течение с 1 по 11 класс Ну, смотрите, где-то здесь должно быть Нет, чуть дальше Должен быть дача Дальсоль Сейчас мы посмотрим Тут должен быть указатель Вот он, фиолета Красненький, красненький дача Дальсоль Угу Вот она, да, дача Дальсоль Вот она, да, дача Дальсоль Прямо, ну, и там какой домик Шестой, вы скажете Шестой домик, да? Да, третий справа Третий справа Отлично Оденьте на меня Это Ахахахаха Как кабручальное кольцо Ну, практически Виктория Виктория Скажите «да» Да Да Я говорю «да» И сюда Пока турагенты отдыхают Туристы должны просто забронировать это все И приехать сюда Здравствуйте А на камеру можно не снимать? Нет, я могу не снимать, конечно Уважаемые гости Вот так вот И поехали Мы идем искать наш домик Домик номер четыре Домик номер пять Вот наш домик номер шесть Оля Ура Сейчас мы вам покажем Чайник Конечно, пустой мини-бар Чашки Чайный набор Ребята, халаты Тапочки Щеточки для обуви Комплект запасных подушек Белья Шикарнейший санузел Правда, говорю, шикарнейший Я знаю, о чем говорю Все достойно И наш номер У нас номер Бунгало Трипл Диванчик Кресло И диванчик и кресло Раздвигаются Плазма Кондиционер И двухспальная кровать Ну, самый кайф Самый кайф Этого номера Это Столик Терраса И Бассейн с баром Это просто супер Вышел вечером Сел И отдыхаешь До встречи! Доброе утро! На завтрак Молоко Снежок Ряженка Ряженка Молоко Кефир, сметана, месли, сухие завтраки, лухашка гречневая, молочная, янтарная, молочная, для которой вчера дружба была, да? И бульон. Для бульона яички, сухарики, соль, салатный бар не поменялся. То же самое, что было на ужине и на обеде. А вот неожиданно, рыбка красная, бекончик. Яички. Кридецкий стол. Колбаски с альденки. Маслица. Можно то сделать. Запеканочка ладил. Ну, замечательно. Яблочко запечено. Такая прелесть. Вареники с творогом. Кайф. Вот завтрак мне нравится больше всего. Омлет с томатом. Просто омлет. Яичница. Ну, так же детское питание, как и было. И напитки в том же объеме. Восьмое мая. Время 10.38. Температура воды 28 градусов. Температура воздуха 21 градус. Расписание на сегодня. 11.00. Вышивалы. 12.00. Турнир по Вильярду. Далее у нас обеденное время. После него. 15.00. Творческая мастерская. 16.00. Веселые брызги. 17.00. Битва титанов. Водное поло. Вечерний ужин. И после него. 20.00. Мини диско. Наталья Шиолета. Детская развлекательная программа. 22.00. Взрослая развлекательная программа. И дискотека. На беседке у Василина. 23.01. 25.00. 15.00. Продолжение следует... 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 хорошие новые лежаки уложенные дорожки лежаков действительно очень плюс широкая пляжная полоса до моря то есть кому не принципиальные лежаки пожалуйста можно лечь полежать можно уйти в дюны можно уйти вот здесь зонтики а там тенды можно очень-очень большая это зона скорее всего где-то тут должны быть вот это наверно раздевалки будут было указано что здесь сейчас мы дойдем обязательно я покажу бар но бар по-моему платный нам говорили что бар платный на пляже еще не работает у нас обслуживать будет на трех местах ну вот как-то так будет пиво лимонад скорее все это дело краники за марина где-то увидела краники помыть ноги сейчас посмотрим думаю что будет очень уютненько а вот в этом домике и подушат ясно так вот уже отсюда видно пахнет свежим деревом сейчас покажу отдача дель соль есть трансфер каждые 15 минут на пляж и он приезжает надпись мира и что даже работает уже подождите 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 что и что будет вообще в летний сезон ну вот в баре все будет закуски будут какие-то пожалуйста можете сейчас прям подойти ребята но даже при отсутствии на пляже только кроме нас больше никого мы можем выпить пиво чай и кофе квас лимонады и пицца и хот-доги боже мой так все просто прелесть есть спасательная шлюпка и запас шезлонгов и прекрасный трансфер каждые 15 то все просто замечательно еще и тут благостроительные работы на пляже а скажите а будет различие между но фиолета бетон блюд дача дель соль по пляжу по зонтикам не будет отлично но я думаю что места хватит всем так что приезжайте все вообще просто замечательно всем советую мы отдыхаем еще раз напоминаю в даче дель соль мне понравилось практически все но я придирчивые туристы в роли турагента вот мы ушли от пляжа идем обратно немножко другой дорогой так такой которые будут в принципе большинство туристов которые вы приезжают на трансфере вот такой вот вход скорее всего даже будет турникеты по браслетам мы пришли на пляж на пляже никого стоит первая барная стоечка там и попросили вы показать браслеты мы показали и смогли воспользоваться и закусками и пляжным баром и 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 фиолета здравствуйте да вот охрана поинтересовалась если браслеты это g8 g8 он 15 числа до пол открывается сейчас я вам немножечко покажу g8 еще так как вот так о отлично хорошая территория территория небольшая бассейн полукругом корпус довольно таки близко пляж но принципе так же как и дача дель соль и вот он идет трансфер он обкладывается но мы решили пройтись немножечко чтобы понять сколько же все таки идти сейчас я еще покажу бассейн g8 тут бассейн крытый и открытый но вот все-таки мы сели на трансфер девочки не захотели идти пешком покажем по дорогу мимо g8 здесь закрытая спа зона с выходом на открытый на открытую зону вот мы мимо него проезжаем получается что трансфер идет через территорию g8 везде проверяют браслеты везде турникеты ну дорога в принципе очень близко очень близко недалеко это вдоль агибара вдоль g8 закрытая большим заборчиком ничего не видно подъезжаем сейчас на территории фиолета территория фиолета танчики на территорию фиолета мы пришли абсолютно спокойно вечером погуляли на этой территории детская анимация есть вечерняя мини диско ну вот все в принципе трансфер идет до фиолета ну а наш буквально здесь в двадцати метрах ну что ребят ужин дачи дель соль при входе сразу идут сапофрукты круассанчики но это же было и на обеде мишки барни творог для деток сухие завтраки на обеде здесь были супчики сейчас бульон и каша дружба я так понимаю это пшено яичко зелень ну добавить наверное к бульонам есть микроволновка можно разогреть ребенку закуски закуски салатный бар это из грибов оба из дроганов пюре это все нет но это я взялась греческого взяли салат салат весенний министерский салат из чего из курицы скумбия вот это тоже стояла на обеде ух ты пюре овощное я так понимаю это и морковка тыква и картошка макарончики рыба отварная фрикадельки пакетти без трупа из говядины хлебная зона пюре не пробовала не знаю попробуем скажу настоящая или просто из пакета котлетки куриные каша перловая из грибаны сразу из грибаны и кролик с метаном в соусе я кролика не ем но очень удивлена овощи тушеные свинина в бризоре гречка из кумбрии с овощами ну очень достойно все чем что кушают наши люди кстати здесь же есть и детский холодильник пирожка банан йогурт с наполнителями пирожка яблочко груша и соки я не знаю можно отсюда ли соки брать наверное нет и так же здесь есть на ужин кисель но кофемашина но кофемашина компотик апельсиновые с скорее всего хотя вот вода с лимоном каркадес сок яблоко пирожки лимон от города кисепс Готовики, вино, белое и красное, и фрукты. Всем приятного аппетита! Друзья, доброе утро! Заканчивается наш отдых в даче Дель Соль. Сегодня я вам покажу обзор отеля и покажут нам свободные номера. Отдыхали мы с 7 по 11 мая. Сегодня пасмурная погода, был с утра дождик, но ничего настроения от этого не хуже. Если вы выходите из отеля и поворачиваете сразу направо, будет основная дорога на пляж, на центральный пляж, не на отельный пляж. Чтобы приехать на отельный пляж, можно воспользоваться трансфером, который отходит каждые 15 минут. Или обойти наш отель с левой стороны, мимо фиолета и нового отеля G8. Вы приходите прямо на наш пляж. Шикарный пляж с зонтиками, шезлонгами. Но об этом будет сюжет. Дальше идем с вами. Очень уютненький, очень уютный ресепшн. Здесь же Боби Бар. Боби Бар платный. То есть бесплатно вы можете воспользоваться концепцией только возле бара, возле бассейна. Чтобы зайти на территорию, сейчас покажу немножечко. Вот он, не видно, секунду. Чтобы воспользоваться входом на территорию, надо приложить... Вот. Дальше идем спокойненько на территорию. Есть улица с домиками основная и примыкающая. Вот здесь сразу идет столовая, где проходит завтрак, обед, ужин. По типу шведского стола. К бассейну и активности мы вернемся. Давайте пройдем по домикам. Там, где мы живем. Территория очень зеленая, комфортная. С детками хорошо. Хорошо и взрослым. Ничего не могу сказать. Особенно, если домики у вас не возле детской площадки, а вот как у нас. У нас вот шестой домик. Концепция всего отеля. Именно бунгальное размещение. Очень удобно. Никто никому не мешает. Один домик на каждую семью. Есть место для курения. Все ухожено, все красиво. За газонами ухаживают. Вот наш домик. На территории каждого домика есть сушилка, полноценная сушилка, как у всех дома. Стульки, стульчики. Вот детки гоняют на велосипедах. По вечерам бегают южики. Немножко ветер, наверное, будет задувать. Не слышно. Ну аж простите, сегодня такая погода. Ну аж простите, сегодня такая погода. Аллея довольно-таки протяженная. Не скажу, что она сильно длинная и будет проблемы с тем, что если вы проживаете в самом конце аллеи и у вас будет долгая дорога к столовой, к бассейну. Ну нет, она абсолютно не напрягает. Но зато, если вы отдыхаете с детками, то вот здесь есть две прекрасные детские площадки. Вот сейчас мы до них, к ним подойдем. Прям ветер задувает микрофон. Покрытие атравматичное. Для разного возраста, пожалуйста, и полазить. И горочки. Если вы с детками вот вышли, сели себе на веранду. Ваши чадо здесь носятся. Все под контролем, все близко. Посмотрите, какая песочница. С песочком, который на море. Такой же песок на море. Куча игрушек. Песочница идеальная, ребята. Сирокая. Зонтики, если зной. Домики разных цветов. Очень смотрятся нарядные, приятные. Территория, вот еще раз подчеркиваю, вся ухоженная. На территории чисто. Да, сейчас мало людей, скажем так. Но постоянно утром смотришь за домом, там что-то поливает, что-то потрясает. Работы ведутся даже при малом количестве людей. Здравствуйте. Домиков много. Прямо много вот за, прям нашим, как бы отелем, да, вот, видно, вот он, G8 новый, который открывается 15 июня. Вот. Вот заканчиваются домики. Сейчас мы с вами пойдем в сторону активности наших. А вообще, давайте сюда еще зайдем. Вот здесь я не смотрела. Есть ли выезд? Сейчас посмотрим. Медицинский пункт есть. Да, и вот, ой, как-то я не ожидала. Правда, не ожидала. Я думала, закончилась прачечная. То есть, мы прошли по одной аллее. Прям сама не ожидала. А у нас-то еще одна аллея. Это самая высокая категория номера. Сьют. Находится прям возле бассейна. Прихожая зона такая же будет. Такой же санузел. Красивая плитка. И сьют. Заходите в первая комната. Мини-бар. Гостиная со столиком. Кофемашина капсульная. Также раскладывающийся диван. Кресло. Там выход куда? На террасу. Терраса там еще добавлена. Угу. На террасу. Проходим во вторую комнату. Ух ты, как она разделена. Это интересно. Зона, где мама наведет порядок. Шикарная. Я считаю, что это зона красоты. Да. Шикарная зона красоты. Просто идеальная. С этой зоны красоты у нас гардеробная. В этой гардеробной можно жить. Владимирная доска. Все в наличии. И вся комната разделена вот этой перегородкой. Очень удобно. Есть между гостиной и спальней полноценная дверь. И отсюда мы выходим в второй сам узел. Как бы родительский. Биде. Сам туалет. И здесь ванная. Ванная. Глубокая. Хорошая. Просторная. Просторная. Все очень просторная. Действительно. Родители смотрят свой телевизор. Детки смотрят свой телевизор. Все очень уютненько. И вот эта дверь, да. Которая. Детки смотрят. Северная северка, где можно выходить. Можно даже побежать. Лечь. Да. То есть как бы своя уютненькая. Задний дворик свой. Да. Маленький садик. Свой садик. Пожалуйста. Вышли. Сели на... Деток уложили, сели на стульчик и сидим. Седенененеха. Да. Отлично. Здесь мини-бар также он пустой. Только водичка. Правильно? Да. Водичка пополняется каждый день. Замечательный номер. Очень уютный. Так, друзья. Сейчас посмотрим. Трипал. Бургальный. Что у нас есть? У нас есть чайник, сеть кофейной чайной принадлежности, сейф, тапочки, запасной набор, дополнительный набор, подушка, одеяло, простой. Что самое удивительное? Есть утюг и есть гладильная полноценная доска. Санузел замечательный. Есть халаты, полотенчики. Набор полностью всех полотенчиков. Косметический набор в полном объеме. Хорошая душевая кабина, широкая, без бортиков. То есть, вот, и с детками удобно, не скользко, и развернуться всем можно. Очень уютный номер. Кресла раскладываются? Да, конечно. Кресла раскладываются. Очень светлая комната. Да, прям такой лофт-дизайн. Удобная большая широкая кровать. Сплит, не центральное кондиционирование. В каждом доме он индивидуальный. Телевизор. Телефон для связи с ресепшеном. Пол ковровое покрытие и прихожая плитка. Ну, очень уютно. Хорошо. У каждого домика своя индивидуальная терраса. Вот я и показывала вам. И полноценная сушилка. То, чего во многих отелях нет. Смотрим размещение для трех взрослых. И, в принципе, сюда можно, да, три взрослых. И, ну, так же все одинаково будет. Все то же самое. Только такой же санузел. Разница только в том, что есть вместо второго кресла стоит хороший диван. Для прям хорошего взрослого человека. Он раскладывается. Также раскладывается кресло. И получается, у нас трое взрослых и один ребенок. Да, здесь размещение. И двухспальная кровать. Это вот такой же номер, в котором жили мы. Нам, трех взрослых, было очень даже комфортно. Вот здесь вообще прям выходишь, и у тебя вся зелень перед тобой. Да. Есть еще одна зона. Это бильярдная и кинозал. Для кинозала здесь натягивается экран. Вот оно. Есть кулер, есть места, где отдохнуть. Бильярд, два стола. Один побольше, один поменьше. Бильярд, я ничего не понимаю. Теннисный стол. Есть на такие, которые я понимаю, потому что в ромнице. А, ну да, ну да. Есть дартс. И пока здесь еще находится мини-клуб. Основной мини-клуб заканчивает подготовку и скоро переедет. Зону я показывала, где зона, возле главного бассейна. Ну, в принципе, очень удобно на данный момент, пока дети играются. Родители могут тоже поиграть. Скажите, а туалет есть здесь? Да. Ага. Да, да, да. Значит, туалет, кулер. Там раковина, все есть. Это находится между первой дачей и второй дачей. Посерединке, ровно посерединке. Ну что, друзья, Анапа нас провожает пасмурной погодой, дождиком. Ну что я хочу сказать. Я осталась очень довольна отдыхом. И хочу показать вам небольшой вокзал железнодорожный города Анапы. Но здесь есть такое уникальное место. Я такого больше нигде не видела. Ну, стандартный вход здесь проходит через металлоискатели. Подъехал какой-то поезд. Табло куда, чего и как едет. У нас второй путь, вторая платформа. У нас еще почти час до отправления. Мы идем в зал ожидания. Здесь все стандартно. Есть терминал Сбербанка ВТБ, если кому-то надо. Есть кофе в Снэйке. Еще один терминал ВТБ с выдачей наличных переводами и платежами. Хорошая детская площадка, но на данный момент написано, что детская площадка закрыта на карантин. Но, в принципе, пересидеть время с детками можно. Довольно-таки обширная зона ожидания. И самое, что интересное, еще одна зона ожидания. Сейчас я вам ее покажу. Называется Зимний сад. И это реально Зимний сад. Такая зона здесь. Можно посидеть, отдохнуть. Есть вот такие уютные вообще зоны с качелями. Еще одна зона с качелями. И посмотрите, если очень хочется зайти, то вот здесь есть вот такой мини... Ну, я не знаю, зоопарк, не зоопарк. Написано, служебный выход включу дежурного. Но здесь есть какие-то декоративные курочки, декоративный петушок. То есть деткам развлечься. Вот посмотрите, здесь остальные клетки пустые. Не знаю, кто там в сезон есть. Ну, прям очень удивительно. Она по 20-21. Ну, прям очень поразила. Ну, реально. Ну, красота же. Да, сняла курочек. Сейчас я попробую еще здесь. Вот здесь мы расположились, отдохнуть тоже. Вот петушок. Посмотрите, какой петушок. Какой у него. Где кролик? Ага. Видно? Да. Вот он, кролик, сидит. Ну, он прикрыт, потому что идут дожди. Вот вам трогательный зоопарк. Вот такой вот зал ожидания в городе Анарте. Так что приезжайте заранее, наслаждайтесь ботаническим садом перед отъездом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok